Приветствую вас, дорогие друзья! Давайте мы сегодня мысленно зайдем под своды Величественного Андреевского собора в городе Кронштадте. В божественной литургией служит священник с большой буквы, дорогой батюшка, отец Иоанн. Хотя будний день, раннее утро, половину шестого утра, а яблоку негде упасть, людское море едва колышется, внемля словам, исходящим из святого алтаря. Там у престола отец Иоанн Кронштадтский устремляет свой взор на святые дары. Пречистая целая кровь Господа Иисуса Христа под образом вина в огромной позлощенной чаше. И пречистое тело под образом святой просфоры, агничной просфоры, покоящейся на церковном блюде, которое именуется дискос. Отец Иоанн произносит слова молитвы. Примите, едите, сие есть тело мое, за вас ломимое восставление грехов. Пейте от нее, сие есть кровь моя, за вас изливаемое восставление грехов. У всех, кто окружает отца Иоанна, молится вместе с ним, ясная убежденность, что батюшка беседует с живым Богом. Взор его напряжен, просветлен, он весь сосредоточен на службе. А когда сам причащается еще прежде народа, святых христовых тайн, то совершенно уходит в себя, в тайне души молится, благодарит, не обращая никакого внимания на пару десятков глаз на него устремленных. Что для отца Иоанна Кронштадтского божественной литургии? Это его все, это свет, которым он просвещает свою душу, это хлеб насущный, которым он подкрепляет свои изнемогающие силы, это радость, вдохновение, это счастье, это самое блаженство. Многие, кто интересуется жизнью отца Иоанна Кронштадтского, между прочим, спрашивают себя, откуда он черпал жизнетворную энергию, позволявшую ему до глубокой ночи трудиться в Санкт-Петербурге, а еще по возвращении в Кронштадт, писать свой дневник ежедневных наблюдений и духовных размышлений. Несомненно, пуповиной, соединяющей его с церковью и Господом, была божественная литургия. Вот почему он даже плохо себя чувствовал в те редчайшие в его биографии дни, когда у него не было возможности служить божественную литургию. Посредством литургии он вступал в живое предстояние Христу, собеседовал с ним, падал пред ним нит, слабызал края его одежды, а главное, соединялся с Господом в теснейшем союзе, плоды которого, как мы выясняем, была всегдашняя радость, чистота совести, энергия любви, тайная молитва за себя, за ближних, за весь мир. И как бы хотелось, чтобы все мы, пастыри 21-го столетия, равно как и наше паство, наши словесные овечки, получили подобное представление о божественной литургии, как небе на земле, как преддверие рая. Входя в Божий храм, готовясь к соборному служению, святой литургии, мы призваны верить, что нам отверстия не просто царские врата, алтаря, но двери самого Царства Небесного. Мы обретаем доступ к престолу благодати. Молясь Христу, мы вступаем в союз с Отцем и Святым Духом. Божественная литургия очищает, просвещает, окрыляет христианина, дарует ему крылья, молитвы и надежды, является тем духовным ресурсом, прикоснувшись к которому, мы обретаем возможность до позднего вечера созидать, распространять вокруг себя порядок, красоту, чистоту, а главное, по-доброму, с любовью, с болью душевной, сочувствием и состраданием относиться к каждому человеку, который только не входит в соприкосновение с нами на дорогах жизни. Заметим, что на божественной литургии все священно действия носят глубокое символическое значение, когда священник, сложив в имена словное перстосложение в царских вратах, повернувшись лицом к народу, осеняет молительные собрания и произносит «Мир всем!», то божественная благодать Христа через уста и десницу священника, распространяющийся, наполняет собою весь храм и уходит за его пределы, освящая самый город, землю, где стоит Церковь Божья. Таков отец Иоанн Кронштадтский. Он и после божественной литургии священно действует. Его язык чист и свят. Слово просто и прекрасно. Прикосновение его руки целительно и чудотворным образом воздействует на людей. Нам остается, дорогие друзья, только вникать и вживаться в благодатный опыт отца Иоанна Кронштадтского и раз от разу все глубже понимать и воспринимать божественную литургию, которая является величайшим даром милости Божией к человечеству, даром возрождающим наши душевные и телесные силы, соединяющим нас с Богом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова